Книга пророка Агея. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка Зарвавелю, сыну Салафиилеву, правителя Иудеи, и к Иисусу, сыну Есидекову, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на илей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушали Зарвавель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Яседеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего и слов Айгея Пророка, как посланного Господом Богом их. И народ убоялся Господа. Тогда гей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, говорит Господь». «И возбудил Господь дух Зарвавеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Яседекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год, царя Дария». Айгей, глава вторая. В седьмой месяц, двадцать первый день месяца, было слово Господне через Айгея Пророка. «Скажи теперь Зарвавелю, сыну Салафиилеву, правителя Иудеи, и Иисусу, сыну Яседекову, великому Иерею, и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь, не есть ли он в глазах ваших как бы ничто. Но ободрись ныне Зарвавель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Яседеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. «Завет мой, который я заключил с вами, пришествие вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь, ибо так, говорит Господь Саваоф, еще раз, это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом всей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте семь я дам мир, говорит Господь Саваоф. В 24-й день 9-го месяца, во 2-й год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф. Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежде своей и полое своей коснулся хлеба или чего-нибудь вареного, или вина, или еле, или какой-нибудь пищи, сделайте ли это священным? И отвечали священники и сказали нет. Потом сказал Агей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо, осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал, таков этот народ, таково это племя предо мною, говорит Господь. И таковы все дела рук их. И что они приносят там? Все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить двадцать мер, и оказывалось только десять. Приходили к подточили, чтобы начерпать пятьдесят мер из подточили, а оказывалось только двадцать. Поражал я вас ржавчиной и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших. Но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сегодня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца от того дня, когда основан был храм Господень. Обратите сердце ваше. Если еще в житницах семена досели ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода, а от сегодня я благословлю их. И было слово Господне Кагею вторично в двадцать четвертый день месяца и сказано, «Скажи Зарававелю правители иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них, и незринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». «В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя за Рававель, сын Салафиилев, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь Саваоф».